Это программа Ельгия Казмет. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о цифровизации государственных услуг и гость нашей студии, директор филиала НАУ Государственная корпорация правительства для граждан по Восточно-Казахстанской области Азамат Есимбулов. Добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 522449 или прислать вопросы на номер WhatsApp плюс 737 235 1034. Так, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Мы всегда рады вас видеть у нас в гостях. И всегда есть что обсудить в этой сфере, поскольку цифровизация это, наверное, наиболее быстро развивающийся, если можно так выразиться, организм, да? Поскольку искусственный интеллект уже развивается, и мы видим, что все больше и больше государственных органов подключаются к онлайн-услугам. И, как сказал глава государства, наша задача 100% на цифровизацию довести до 100%. И как раз сегодня очень интересно будет узнать о новшествах, о достижениях, о том, что сегодня интересного нового есть в этой сфере. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, как вы правильно заметили, в жизни современного человека уже на сегодняшний день цифровизация, новые технологии занимают уже какую-то, ну, основную, одну из основных ролей, мест, да, когда люди уже много проводят времени там в спортфонах, гаджетах, да, в ноутбуках. На сегодняшний день даже в смартфонах уже можно и там и новости почитать, да, и какие-то там социальные сети, и много-много разных фишек таких интересных, да. И, в свою очередь, госкорпорация и наше министерство тоже решил не отставать. И очень много таких интересных идей, уже задумок, которые реализованы, которые еще предстоит реализовать. Ну, на сегодняшний день мы поговорим о тех моментах, которые уже реализованы, да. Уже те моменты, которые люди, простые граждане могут в своей жизни уже применять и пользоваться ими, сохранив, сократив себе время, да, потому что на сегодняшний день время – это, ну, один такой из немаловажных факторов. Один из моментов, мы помните, когда раньше встречались, я вам рассказывал про портал электронного правительства, когда можно было дистанционно получать, не посещая центров обслуживания населения, услуги, допустим, находясь дома, либо на работе, где у вас есть доступ в интернет, там компьютер, да, на портал электронного правительства. На сегодняшний день мы уже переместились в смартфоны. То есть, я буду рассказывать постепенно, по-вверх, по-нисходящей, да. Первое, одно из чего я хочу рассказать – это EGOF Mobile. Ну, многие уже пользуются им успешно. То есть, в мобильный телефон устанавливается приложение EGOF Mobile, где уже более 600 услуг может человек получать дистанционно, не посещая центр обслуживания абсолютно. Ему уже не нужен, допустим, компьютер, допустим, да, достаточно мобильного интернета, и где он уже может получать наиболее востребованные услуги. Там очень много, большой спектр услуг. Для примера, допустим, вот немаловажно, одно из таких фишек на сегодняшний день – это цифровые документы, да, которые… Цифровые документы, как мы знаем, они уже приравнялись к оригиналу документов. Цифровые документы – это вообще очень удобная система, когда там, ну, во-первых, это удостоверение личности, да, электронное. Это, допустим, если у человека есть водительское удостоверение, да, то и оно там есть. Если человек женат или замужем, есть свидетельство о браке. Если есть дети, свидетельство о рождении детей есть. Есть, допустим, диплом о высшем образовании находится там. То есть это очень удобно. И там еще есть одна из таких фишек, что по месту требования вы можете просто-напросто его так же сразу направить. Либо на электронный адрес кому-то, да, допустим, если вы на работу устраиваетесь или еще куда-то необходимо, вы можете его просто… или в банке, допустим, да, когда вы оформляете какие-то документы, вы тоже можете направить уже. То есть сообщив пароли, вы уже увидите его, этот документ. Это очень удобно. На сегодняшний день я, допустим, пользуюсь, и как раньше я с собой вообще документов не нашел. Все уже есть у меня в мобильном телефоне, в цифровых документах. И даже когда вы летаете, я вот летаю, либо пользуюсь поездом, да, при покупке билетов, при посадке непосредственно, да, в транспортное средство, то или иное, уже по предъявлению электронного документа можно уже спокойно это… это вообще удобно, супер. И как, допустим, те же, допустим, банковские карточки, как мы уже знаем, они уже тоже привязаны к телефону. То есть фактически можно иметь один смартфон, и, в принципе, там уже все туда максимально, все удобно. Вот это, наверное, и есть один из моментов цифровизации плюсов. Ну, как раньше мы выходили из дома и беспокоились, взяли ли портмоне с собой, сейчас мы боимся, взяли ли зарядку, да? Да, да, абсолютно верно. То есть здесь, допустим, уже раньше, помните, наверное, когда посещали, допустим, любую организацию, в том числе и ЦОНы, люди с собой несли целую папку документов, целый ворох документов, на сегодняшний день достаточно мобильного телефона и все. В рамках нашей цифровизации, именно госкорпорации, одной из фишек, я тоже хотел бы поделиться с населением, с нашими гражданами, ну, они уже успешно, многие пользуются ими, я сейчас дозову даже определенные цифры, где уже будет это наглядно видно, это QR-оплата. Вот, наверное, помните, когда раньше в Центр обслуживания приходишь, подходишь к ресепшену, берешь талон для получения той, или иной услуги, потом тебя вызывают, ты проходишь к столу оператора и подаешь документы для получения услуги. И тут встает вопрос, что, допустим, данная услуга имеет определенную госпошлину, которую нужно оплатить. Тут вам оператор сообщает, вы встаете, идете к кассе, стоите в очереди в кассе, оплачиваете ее, берете квитанцию и снова идете к оператору и дальше продолжаете получать свою услугу. Здесь очень много таких было моментов неудобных. Во-первых, оператор ждет вас. Во-вторых, оператор пока ждет вас, он не может принимать другого клиента. И тем самым, да, очередь ведет, время, тем самым люди, которые идут после, они сидят, ждут, когда же вас обслужат. На той же кассе не всегда бывает свободно, иногда и там тоже очередь возникает. И тут фактически человеку приходится там в очереди оставить, потом здесь. QR-оплату после того, как мы ввели, там, конечно, не все пока, но все основные государственные услуги, которые именно проходят по оплате госпошлины, мы уже ввели. Остальные сейчас в моменте доработки, но буквально мы хотим 100% все ввести их туда. И человек просто-напросто, когда выходит госпошлина, на дублирующем мониторе, так же, как вот обычно вы в магазине расплачиваете, выходит QR-код, вы направляете, вы его сканируете через QR и производите оплату. И тут же моментально услуга ваша оплачена, и вам никуда не надо вставать, передвигаться, вы сели, вы экономите свое время, вы экономите свои деньги, потому что в любом случае, когда вы оплачиваете госпошлину в кассе, вы платите еще, там есть услуга банка, да, определенная комиссия банка, там разная она варьируется, по-разному, от 50 тенге до 100 тенге, по-разному. То есть вы это тоже не оплачиваете, вы экономите время, вы экономите свои деньги, да, и плюс еще вы экономите не только свое время, вы экономите время других людей, которые пришли также за услугами, потому что вас быстро обслужили, и вы ушли. И на сегодняшний день из того спектра услуг, которые мы уже оказали, и которые подпадают под оплату госпошлин, на сегодняшний день более 67% по Восточно-Костанской области воспользовались именно QR-оплатой. Это очень, и самое, что интересное, мы дальше вот смотрим динамику, и в динамике она ежемесячно растет, то есть люди все больше и больше начинают пользоваться QR-оплатой. Ну вообще в последние несколько лет же эксперты не зря говорят о том, что в принципе наличностью очень мало стало людей пользоваться, и все больше людей пользуются в магазинах, там где бы то ни было, да, вот оплаты именно через мобильный... Ну вот у нас даже случай был, когда мы поехали в командировку в Курчумский район, и мы до того уже привыкли к безналичному расчету, когда ты уже подсознательно, допустим, мы уже реально привыкли к безналичному расчету, что наличные не носят, чтобы все в телефоне. Да. Это входит нам в привычку. Потом еще одна фишка, я хочу сказать, что у нас есть видео ЦОН. Вот эта фишка, видео ЦОН, и она сейчас, кстати, очень набирает большие обороты популярности, многие начинают ей именно пользоваться, то есть в мобильный телефон, в гаджет вы загружаете еще приложение ЦОН. Либо можете, даже если у вас ЕГОФ Мобайл есть, вы можете выйти через ЕГОФ Мобайл, но можете приложение ЦОН закачать, если у вас нет ЕГОФ Мобайла, и вы хотите просто приложение ЦОН закачать. Через него вы выходите через видео ЦОН, и тут же вы попадаете на видеооператор, то есть идет общение, получение услуг через видеозвонок. Ну, то есть консультирует как бы в онлайн-режиме непрерывном времени. И не только консультирует, но еще и услугу получает. И услугу получает. То есть одно из популярных таких услуг – это электронно-цифровая подпись, ЭЦП. Это очень важно, да. ЭЦП, допустим, чтобы получить, ну, ЭЦП в основном для чего она необходима? Чтобы вы регистрируете, там, открываете ТО, сдаете декларацию, оно очень популярно, в принципе, да. Она необходима для тех... И теперь, вот одно из популярных – это ЭЦП. Раньше, если нам необходимо было обязательно прийти в Центр обслуживания населения, чтобы получить электронно-цифровую подпись, теперь вы можете воспользоваться услугой видео ЦОНа. Ну, это вообще замечательная новость. Идет, да, открывается видео, звонок, инспектор, который сидит по ту сторону, он производит идентификацию у вас, что да, это вот из символов азамат, он производит идентификацию. Но прежде чем туда обратиться, вы можете, в принципе, обратиться, консультант вам подскажет. Вы должны будете заявку, там же у себя можете через интернет заявку на ПК и ГОВ подать. И уже инспектор видео ЦОНа вас, после того, как идентификацию у вас произведет, он делает подтверждение его. И все. И вы получаете уже услугу. Но там уже более 70 услуг по видео ЦОНа можно получать. И на сегодняшний день там они не только, вы можете услугу получить, вас еще и могут проконсультировать по тому или иному вопросу. То есть вы можете дозвониться туда и получить консультацию онлайн. А операторы, это вот те, которые в нашем ЦОНе? Это операторы нашего ЦОНа, они везде по республике. То есть нет такого, допустим, вы можете отсюда позвонить и ближайший освободившийся оператор, это не только, допустим, оператор Восточко-Останской области. Вы можете попасть к оператору Абайской области, Туркестанской области или города Алматы, или Астаны, или Казуарды. То есть первый попавшийся свободный оператор, вы попадаете к нему, и он вас обслуживает. То есть это очень удобно. И услуги не привязаны к его месту. Да, да, нет, абсолютно. Ну, как вы знаете, уже многие услуги вообще экстратериально уже можно получать. Да нет, если это раньше было привязано обязательно, то на сегодняшний день уже многое часть услуг перешла в режим экстратериальности. Потом есть вообще таких много фишек, которые можно уже, в принципе, получать те или иные услуги. И на сегодняшний день мы уже начинаем замечать, что за традиционными услугами, вообще за услугами именно в ЦОН, с каждым годом все меньше и меньше людей уже начинает обращаться. Ну, это, наверное, в основном люди, которые не очень хорошо владеют цифровыми технологиями, наверное, люди пожилого возраста, и, допустим, кто-то из них не умеет смартфоном, может быть, пользоваться. И вот здесь я хотел бы дальше продолжение, как бы, зная, что вы спросите про это, я хотел сказать, что у нас во всех центрах обслуживания есть connection point, это сектор самообслуживания. Ну, первая функция его, это, конечно, когда люди, у которых нет, допустим, доступа к интернету или к компьютеру, к сканеру, к принтеру, где он может распечатать какие-то документы, он абсолютно это бесплатно, бесплатно может это сделать там, прийти, то есть сектор самообслуживания. То есть пришел, подошел, там есть выход на портал электронного управительства, подошел, сам себя обслужил, отсканировал документы, если нужно получить какую-то лицензию или еще что-то, отсканировал документы, подал их, распечатал, что и необходимо, допустим, с личного кабинета. И, то есть, сам себе получил услугу. Давайте послушаем звоночек от зрителя и продолжим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, инвалиды первой группы, вот вы обсуждаете на дому, сроки исполнения, вот заявки, например, цифровая подпись нужна, электронная. Вот ваши сотрудники приходят, забирают эту сурошку, потом обратно приносят. А нельзя ли их это, чтобы они со своим ноутбуком приходили и при мне все это сделали? Спасибо за вопрос. Это вот как раз к вопросу о оформлении электронно-цифровой подписи, когда, допустим, требуется флешка, ноутбук, вот это вот тоже сложности, конечно. Да, здесь момент есть такой. Первый вопрос, я насколько понял, там срок, да? Срок, да, вот какой срок. И в течение 72 часов после подачи заявки, да, мы на дому обслуживаем людей, приезжаем, кстати, это очень удобно. Там лица, которые, к сожалению, не могут самостоятельно посетить Центр обслуживания населения. Мы эту практику уже давно, годами проводим и ее продолжаем, эту работу проводить. Для получения электронно-цифровой подписи я вот хотел бы ответить на ваш вопрос. Ну, первое, одно из первых, как я уже говорил, вы можете уже на сегодняшний день воспользоваться услугой видеоцона. Если человек, ну, как бы, если удобно и у него закачано это приложение, если нет, наши консультанты могут даже приехать, закачать, если, допустим, дадут заявку. Ну, вот если человек, допустим, с инвалидностью, да, к нему. А так, да, так выехать на дом, да, наши сотрудники, есть услуги, которые, к сожалению, нужно бы выезжать два раза, потому что, то есть, зафиксировать, потом эту услугу обработать, и после этого мы выезжаем уже с готовыми документами, то есть, готовые документы привозим снова. Есть услуги, которые, да, мы можем на месте, то есть, произвести идентификацию и произвести эту услугу, оказать сразу же тут же на месте. То есть, есть ряд услуг, которые есть, я не могу сейчас точно сказать, но есть услуги, которые мы на месте сразу можем оказать. Есть услуги, к сожалению, да, которые мы должны принять заявку, потом уже отдать ее на обработку в back-office, и после этого уже готовые материалы мы все равно привозим и выдаем клиенту все равно на дом, привозим таким лицам на дом. Ну, в любом случае, да, вот прежде чем, например, обратиться, вернее, прежде чем приедут, да, сотрудники, человек может с вами созвониться, да, проконсультироваться, узнать, как это будет происходить. Потом, как бы, сотрудники, когда приезжают уже на дом, да, к человеку, который сам не может прийти, там уже на месте как-то... Мы уже на протяжении, не знаю, уже 4-5 лет эти услуги оказываем, в принципе. Но сколько они популярны? Ну, допустим, в прошлом году, в прошлом году, за прошлый год было оказано по Восточной Казахстанской области на дому, лицам граничного взаимодействия, более 1700 услуг. Более 1700 услуг были оказаны на дому, когда мы выехали и оказали те или иные услуги. Там начинается и удостоверение личности, замена, допустим, и какие-то справки, электронно-цифровая подпись, и, ну, масса других услуг, которые необходимы для жизнедеятельности данного гражданина. Эти услуги мы оказываем и продолжаем делать, в свою очередь. По продолжению нашей темы, по сектору самообслуживания, да, там вот, как я говорил, человек может сам себя обслужить. И там же, то, что я хотел сказать, то, что вы когда сказали, а вот люди, которые не умеют пользоваться, или у которых не установлено данное приложение, там у нас есть консультанты. Они помогают людям, во-первых, установить данные приложения в мобильный телефон, и также помогают людям первые шаги, первые азы, как получить эти услуги. То есть обучение тоже абсолютно бесплатно, они показывают людям, как можно получить, да, те или иные виды услугов, те или иные сервисы. Тоже это очень удобно, и я, как бы, людей, как бы, призываю получить, заказчать данное приложение, прийти к нашим сотрудникам. Там, в принципе, вообще очень, очень удобно, очень простой интерфейс, и очень, там, путеводитель очень простой. Там никаких замудренностей не надо, там разберется любой, кто может пользоваться, там, инстаграмом, фейсбуком. Там все очень просто. Поэтому можно вообще, ну, и обратиться один раз в ЦОН, получить, обучиться, как это делать, и уже просто-напросто сам себя обслуживать. Ну, фактически, можно так сказать, ЦОН в кармане. То есть у вас такой ЦОН есть в кармане, мини-ЦОН, которым вы можете в любой момент пользоваться. Ну, и плюс ко всему, да, можно сказать, что этому способствует сейчас, в принципе, развитие постепенной инфраструктуры. Да, которая помогает, скажем, да, обучиться каким-то навыкам самым важным. Вот, к примеру, да, вот те, которые помогают, да, делать консультанты в ЦОНе. Да, у нас в библиотеках и в Акиматах есть уголки самообслуживания. И, в принципе, их становится все больше, и я надеюсь, что все, вот, кто еще не умеет этим пользоваться, будут получать возможность для того, чтобы осваивать, да, вот данные навыки. Ну, вот о цифровых ЦОНах, да, когда консультант выходит на, получается, эту видеосвязь, да, насколько там отработан, ну, вот, алгоритм вопроса-ответа, да, то есть нужно ли, например, когда ты, там, держишь смартфон, какие-то еще дополнительные гаджеты, да, ну, там, не знаю, микрофон, еще что-то, то есть, насколько, ну, отработан вот этот сам механизм получения консультации, какие-то нужны там дополнительные, может быть, там, показать удостоверение, или, опять же, этого точно не требуется уже? Нет, там это обычное живое, можно сказать, онлайн общение, это вот как вот все равно, что, да, вы пришли в ЦОН, идет общение с консультантом, где он вас консультант, только здесь на удалении он вам подсказывает, какие шаги нужно, необходимо сделать, то есть после этого он вам, если ту или иную услугу, какую вам надо получить, он вам уже подсказывает, что нужно, куда пройти, что подтвердить, чтобы он сделал идентификацию у вас, что, да, перед ним стоит именно из символов Азамат, что вот все он идентифицировал, у него есть доступ к базе, к системам, где он тоже идентифицирует, видит, что именно, да, вы к нему обратились, чтобы, что именно он вам оказывает эту услугу, то есть там все это очень просто. Вот на сегодняшний день еще есть такая фишка, которую вот наше министерство, наше предприятие его, это цифровые ЦОНы. Цифровые ЦОНы на сегодняшний день по Казахстану, они постепенно открываются, вот у нас цифровой ЦОН был открыт первый, который мы сейчас на сегодняшний день открыли, это Нобелинского 37А, ЦОН номер 3, мы его так называем, он по нумерации идет номер 3, мы остальные тоже будем открывать, но пока это первый. То есть, чем отличается цифровой ЦОН от простого ЦОНа? Ну, во-первых, там применяется такая система Кайдзен, где потихонечку постепенное улучшение обслуживания, качество, повышение профессионализма. То есть, что там мы применили? Мы там применили зонирование, зонирование, оказание услуг. Ну, кто был уже на Белинском ЦОНе, может, допустим, уже когда это оценить. То есть, если вы получаете какие-то социальные услуги, там пенсии, пособия, то, допустим, там есть определенная цветовая гамма этой зоны, вплоть до мебели, столов и всего остального. То есть, вы в этой стороне именно оказываете, то есть, вы после того, как вы заходите, консультант вас проконсультировал, он понял, какую услугу вы хотите получить, он выдает вам талон и направляет в эту зону. Вы поступаете в эту зону и именно в этой зоне, допустим, она определенную цветовую гамму имеет, вы получаете этот вид услуги. Если, допустим, документирование, там паспорт, удостоверение, там другая цветовая гамма, вы получаете там эти услуги. Потом есть зона скорости. Что такое зона скорости? Тогда любой из нас, когда посещал Центр обслуживания населения, есть услуги, ну, из большого количества услуг, реестра, есть услуги, которые оказываются быстро, а которые оказываются дольше. Есть услуги, допустим, тоже услуга пенсии, она оказывается дольше, пока идет проверка документов, сканирование документов, потом проверка всех печатей, читабельно, нечитабельно. Допустим, это, да, определенные моменты. Есть услуги, допустим, регистрация недвижимости, есть нежилые объекты, где большая экипа объектов, там всякие литера, да, там все остальное. Более сложные, где надо изучить, вникнуть, посмотреть. И это занимает определенное время оказания этой услуги. А, допустим, приходит другой гражданин, у которого нужно просто получить ту или иную справку, или, допустим, тот же ЭЦП, который выполняется в течение двух, то пяти минут, даже три-четыре минуты. И вы, взяв талон, вы просто сидите и ждете, когда же, там, в течение 20-25 минут обслуживать других клиентов, у которых более сложная услуга. И вы после этого, когда попадаете к оператору, когда вы говорите же, многие же говорят, блин, я больше в очереди простоял, мне за три минуты обслужили, я больше в очереди просидел, да. И вот подумав вот это все, обдумав, решив, мы сделали зону скорости. Мы все быстрые услуги, мы вывели в отдельную зону скорости. То есть, где человек приходит, он говорит, какую услугу он хочет получить на консультации, на ресепшне, его сразу же отправляют в зону скорости, а у него отдельное зонирование, у него отдельная цветовая гамма, зона. Он приходит туда, в течение трех-пяти минут получает услугу и уходит. Он не ждет здесь, это уже другая зона, где обслуживаются там, услуги ценно оказывают, да, там уже другая. И то есть здесь человек не ждет, он быстро получил и ушел. Понимаете? Ну, это можно сказать, таким образом вы полностью реструктуризировали работу привычного нам цона и постепенно совершенствуете его эффективность уже, как бы скажем, в реальном времени, да. Абсолютно верно. Для тех, кто не онлайн, да, услуги получает. Что еще в цифровом цоне есть? Вот человеку, то есть человеку, фишка здесь еще в том, что человеку удобно и сотрудники, уже каждый на своем месте, он знает, что он делает. То есть он знает, он уже точно знает, за каким видом услуги к нему подойдут, потому что идет зонирование. Он знает, что здесь только... То есть раньше так не было, да? Нет, раньше у нас все сотрудники оказывали все услуги. Все услуги. Все услуги, и быстрые, и небыстрые, и сложные, и легкие. А за счет зонирования, получается, все распределились. То есть здесь идет процесс быстрее. То есть идет быстрее процесс. То есть человек пришел, и все на автомате. Все, то есть идет конвейер. Ну, это очень удобно. Конечно, и удобно для населения. Сейчас, на сегодняшний день, мы уже остальные два цона в своих городе, в Скаменогорске, тоже пробируем. И потихонечку там по мебели, по ремонту, да, определенно мы уже тоже будем проводить такое же зонирование. И тоже будем в таком порядке работать, выстраивать схематично, чтобы людям было очень удобно. Допустим, вот этот момент, если мы... Причем здесь на Пелинском при входе мы сделали, если был отдельно сектор самообслуживания в одной точке, мы его разделили в два крыла сделали. То есть вы когда заходите, у вас справа и слева есть столы современные, где вы можете подойти, и консультанты где-то сами получат услугу, где-то наши консультанты быстро вам помогут, подсказав ту или иную услугу получить. То есть это очень удобно на сегодняшний день. Плюс мы сделали определенные там, допустим, постоянно совершенствуем, делаем ремонты, чтобы людям было удобно, где-то мебель усовершенствовали, да, какие-то моменты. И данные мы хотим, в дальнейшем мы хотим дойти и до районных центров в Солнце. Мы тоже хотим там зонирование сделать, уже в некоторых местах мы уже делаем, применяем в районах. То есть чтобы было людям очень удобно получать те или иные виды услуг. Это будет, то есть мне запустим самому, я на примере себя беру, когда я, ну, как, ладно, я в центре в Солнце населения, я уже у меня глаз уже привык, я уже наметан, я уже знаю, где что, как, да. А даже сам, когда приходишь, ну, в банк какой-нибудь, да, или там даже в больницу, допустим, поликлинику какую-то, у тебя глаза разбегаются, ты вот, ты зашел, и я вот в роли клиента, когда выступал, допустим, да, ты заходишь, и ты не знаешь, куда идти. И пока тебя вот консультант, ты, консультант уже видишь, что ты, у тебя глаза такие растерянные, к тебе подходят, спрашивают уже, за какой услугой вы пришли, что вы пришли, и уже начинаете направлять, да. То есть здесь уже человек уже подсознательно посетив раз или два, он уже подсознательно знает, все, ему нужно в желтую зону, все, это соцуслуги, красная зона, значит, это документирование. То есть на подсознательном уровне все, уже все, зоны расставлены, там, зеленая зона, это выдача документов. То есть пришел, быстро получил документы и ушел. Ну, вы видите, к сожалению, качественное предоставление услуг у нас еще не везде развито, но нам всегда есть к чему стремиться, будем надеяться, что и во всех других организациях будут смотреть, как у нас цены развиваются и брать с вас пример. Поскольку, вот, хотелось бы отметить, да, что, вот, действительно, наверное, из-за цифровизации и людей меньше становится, да, которые за реальными услугами приходят. Но это большой плюс, да, потому что все действительно стало быстрее, и как раз-таки цифровизация помогает, в принципе, лишний раз избежать не только бумажной волокиты, не только усиливать дебюрократизацию, да, о которой глава государства говорит, но и коррупционные риски всячески тоже исключаются. Ну, и у нас осталось буквально пару минут до конца эфира. Вот, хотелось бы узнать о том, насколько эффективно работает обратная связь с населением. Да, вот здесь у нас еще есть одна фишка, которую сейчас мы уже внедрили, она успешно работает, это система Experience. Система Experience подразумевает под собой, когда вы получили ту или иную услугу, вам приходят смс-сообщения. Оцените качество, да? Да, и не просто оцените качество, там есть ряд вопросов, четких поставленных, где вы должны, допустим, вплоть до того, что какой был температурный режим. Холодно было, жарко вам было, пока вы там находились, пока получали услугу. Температурный режим, то есть мы, сейчас я расскажу, потом, допустим, когда вы прошли именно на ресепшн, как долго вы ждали, пока вам выдадут талон? То есть абсолютно все параметры качества исследуются? Ряд, да, там около пяти вопросов, таких показательных, точечных, то есть не размывается, человек не тратит огромное время, там целую анкету не заполняет, это всего точечных, где-то 5-6 вопросов, он точечно на них отвечает, после этого это скапливается. Мы, в свою очередь, у нас есть целое управление, которое анализирует это, и мы уже знаем четко, то есть она идет по градации. Просто что хотят люди? Да, допустим, Белинский ЦОН, не очень температурный режим, комфортно было людям, и по временному даже, именно, допустим, утром, если это было нормально, к обеду вышло солнышко, уже, потому что стало жарко, значит, что нужно делать? Значит, ребята, увеличиваем кондиционеры. Значит, в этих залах, зал ожидания, надо увеличить кондиционеры. Вплоть до того, сколько человек стояло в очереди, значит, надо увеличить термопринтеры, которые для выдачи овощей. То есть здесь уже эффективность такая, то есть идет обратная связь, и мы уже четко знаем, где что, как сделать. Помимо этого, есть люди, допустим, вот, допустим, мы с вами пришли получить ту или иную услугу. Вы получаете услугу, я просто в сопровождении с вами заодно за компанией пришел. И там есть QR. То есть даже если вы услугу не получаете, вы можете подойти, отсканировать QR, и все равно тоже пройти, кратко дать оценку данному цону. И еще... К сожалению, время нашего эфира подошло к концу, и я думаю, что мы еще не один эфир посвятим этим новшествам, поскольку их очень много, и вы очень интересно о них рассказываете. Всегда будем ждать вас еще в гости. Приглашайте сюда. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин